Привет, я Юрий Нестеренко, и я приглашаю вас на экскурсию по аквариуму Сан-Франциско. Этот аквариум расположен на знаменитом 39-м пирсе. Вход туда стоит 26 долларов, но с моей помощью вы сможете увидеть самое интересное совершенно бесплатно. Помимо многочисленных и интересных рыб, которых мы, разумеется, тоже увидим, сразу после входа в аквариум можно полюбоваться очень красивыми крупными медузами и их ближайшими родственниками и степострекающих караулами-полипами. Интересно, что с точки зрения биологической классификации, медуза это, собственно, не название животного. Это только стадия их развития, в которой они способны плавать и размножаться половым путем. А называется соответствующий подтип медуза-зоа, то есть медузовые животные. Ну и вот полипы, к которым относятся актинии. И вот мы спустились на лифте, на нижний этаж аквариума, в подводный туннель. На самом деле он не совсем подводный, он проложен выше уровня моря, но когда идешь по нему, рыбы плавают не только вокруг тебя, но и над твоей головой, что, конечно, интересно. Туннель состоит из двух частей. Он изогнут в форме латинской буквы У. Сначала мы проходим по той части, которая представляет живность вблизи берега. Вот здесь мы видим уже рыбы, но это еще достаточно мелочевка. Самое интересное будет дальше, в глубоководной части. Вот подумайте, знаете ли вы, что такое окунь? Сейчас я вам покажу, что такое окунь. Вот первое, что я увидел, войдя в глубоководную часть туннеля, была вот эта вот морда, висевшая в 30 сантиметрах от моего лица и смотревшая прямо на меня. Моей первой мыслью было, что это муляж какого-то доисторического чудовища из юрского периода. На тот момент он не двигался. На самом деле вот это он и есть, окунек. Точнее гигантский морской окунь. Живут они до 100 лет и дорастают до 500 фунтов, то есть это 225 килограммов. Но вот этот вот, он еще маленький. Ему всего 20 годиков и его вес всего 370 фунтов. Вот тут моя рука на фоне его морды в темноте, но на самом деле это искажение перспективы, на самом деле его голова больше моей. Вот сейчас он уже снова выплывет на свет. Как я слышал от работницы аквариума, обычно он почти не двигается. Однако мне повезло застать, как он очень даже шустро двигается, и вы это скоро увидите. О, видали как рванул? А вот сейчас он проплывает над нами сверху. А вот тут он что-то скушал. Или кого-то. Хотя вообще, надо сказать, вот в этом аквариуме, где множество крупных рыб, в том числе и хищных, они достаточно мирно уживаются друг с другом. Но очевидно, виды подобраны так, чтобы друг друга они не ели. Вот это не акула, это всего-навсего осётр. Как объясняли посетителям, это то, из чего икра. Их тут тоже довольно много, они большие. Акулы дальше тоже будут. Вот на заднем плане сейчас акулка плывёт, потом мы увидим её и покрупнее. Как вы видите, рыб в глубоководном туннеле множество. И ещё один. А вот это скаты. Как видите, весьма крупные. Совершается и патрульный полёт. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и вот, собственно, акула. Они водятся в Тихом океане вдали от берега. В Сан-Франциский залив они не заплывают. Одна из самых интересных особенностей Сан-Франциского аквариума – это возможность потрогать живых акул и скатов. Но, конечно, не тех больших, которых вы видели в туннеле, а маленьких, живущих в отдельном бассейне. Эти скатики очень резвые. Один даже пытался взлететь из воды вертикально, размахивая своими крыльями. Вон та акулка в правом дальнем углу напротив очень меланхоличная, лежит и ничего её не колышет. Вот так их трогают, к чему они привыкли и не возражают. Что интересно, несмотря на то, что акулы и скаты – родственники, вместе они образуют подкласс пластино-жаберных хрящевых рыб, казалось бы, тем и другим нужно быстро двигаться в воде, на ощупь они совершенно разные. Скаты очень гладкие, мягкие и приятные. А акулы, наоборот, шершавые. Вот эту живность тоже можно потрогать, а точнее дать им потрогать себя своими щупальцами. Чувствуешь, как они пытаются удержать палец, но, конечно, силёнку для этого не хватает. Краба, понятно, трогать нельзя, он находится в закрытом аквариуме. Не очень большой, но и не самый маленький, надо сказать. Вот я пытался показать его размер сравнительно с буклетом. А между глубоководной и прибрежной частью туннеля в своём отдельном аквариуме живёт осьминог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В верхней части аквариума представлены также сухопутные виды. Вот это шиншилла. Честно говоря, я не думал, что они такие большие. Она величиной с маленькую собачку. Лягушки, чем они занимаются, догадайтесь сами. Вот это ячерица с цинк. Некая змея. Черепахи. Черепахи другого вида. Если вы никогда не видели, как черепаха умывается, то вот, пожалуйста. Ну и, наконец, полная противоположность черепахам выда. Противоположность в том смысле, что она носится по своему аквариуму с сумасшедшей скоростью. Мне даже не удалось ее нормально сфотографировать, но вот на видео получилось неплохо. Ну и, соответственно, после этого вы можете сняться с динозаврами за дополнительные 2 доллара. Система дополненной реальности, потом вам на e-mail присылают ролики. И посмотреть уже выйдя из аквариума совершенно бесплатно на лежбище морских львов. Там же на 39-м кирсе. Об этом у меня 2 отдельных ролика, которые вы можете посмотреть после. И подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!